Наконец-то к нам на обзор попал этот красавец, новинка 2024 года, MataLand F500 Adventure, большой и очень красивый среднекубатурный турендура. Производитель услышал отзывы подписчиков и в коллаборации с известнейшим производителем двигателей мотокомплектующих Zongtion предоставил свой первый Adventure с 500 кубовым двигателем. Мотоцикл обладает очень красивой внешкой и позиционируется как мотоцикл двойного назначения, но все-таки больше предназначен для дорог, как с хорошим, так и не очень хорошим покрытием, да и с сухими грунтовками он справляется на ура. Мотоцикл разумеется поставляется с ПТС, колесная база составляет 1450 мм, а сухой вес, заявленный производителем, составляет 142 кг, но по ощущениям он чуть тяжелее, хотя на управляемость это особо не влияет, и он очень легко и информативно рулится. Что касается дизайна, невооруженным взглядом видно, что производители вдохновлялись известным баварским Adventure, от которого F500 получил узнаваемую переднюю фару и пластик. Мотоцикл внешне получился очень красивым, прямо 10 из 10. Огромное множество деталей приковывают взгляды всех окружающих, без внимания на дороге вы на нем точно не останетесь, да и в кадре он смотрится отлично. Данный байк, являясь Adventure, имеет все присущие им черты. Высокий ветровик, удобное широкое и мягкое сиденье, как для водителя, так и для двойки. Удобная прямая посадка, багажник, дуги безопасности и конечно большие колеса 19 и 17 диаметра. Пластика относительно немного, пластик на баке защищен дугами безопасности, на которые при желании можно поставить дополнительный свет, кофры или канистры. Фара головного света выглядит стильно, есть ходовые огни, которые подсвечивают контур фары, ближний и дальний свет, задний фонарь не отстает по качеству. Поворотники гибкие, как у эндуро мотоциклов, поэтому при падении есть шанс, что они останутся целыми. Багажник позволяет установить на него центральный кофр. Adventure F500 оснащается двигателем с маркировкой 267 мр и рабочим объемом 489 кубиков. Если вы не знали, подавляющее число мотоциклов из Поднебесной оснащены двигателями именно этой фирмы и их движки показали себя достаточно надежными и ресурсными. Несмотря на один цилиндр, вибрации здесь не доставляют жесткого дискомфорта и ездить на большие расстояния вполне себе можно. Охлаждение здесь водяное, на радиаторе есть вентилятор для принудительного охлаждения. Антифриз удобно заливать горловину, которая находится рядом с баком. Система впрыска топлива здесь инжектор от производителя Delphi. Он обеспечивает более стабильный запуск и работу двигателя, как в теплое, так и в холодное время года. Коробка передач шестиступенчатая. Запуск двигателя производится электростартером. Движок на этом байке очень тяговитый. Запаса мощности хватает практически на всех передачах. И мотоцикл уверенно набирает скорость, даже если вы ехали 50 километров на пятой передаче. При этом, по ощущениям, мотор верховой и его нужно крутить. Поэтому без опыта на бездорожье может быть непросто. И мы скорее отнесем данный байк к кроссоверам. Скорость мотоцикл набирает очень уверенно. Комфортная крейсерская скорость по трассе будет в районе 120-130 километров в час. Ну а если вы любите скорость, то на 150 поедет без проблем. Глушитель сдвоенный, а двигатель он разделяется и идет по низу рамы, где он закрыт защитой картера и снова сходится в двойную выхлопную трубу, имеющую стильную защитную накладку. Звук глушителя здесь басовитый и приятный, но не сказать, что чересчур громкий. Вы сами послушайте, заодно зацените, как инжектор запускает байк. Про подвеску тоже стоит сказать отдельно. Спереди массивная вилка перевернутого типа с регулировками сжатия и отбоя. Сзади моноамортизатор с прогрессией, который также имеет регулировки. Ходы подвесок не такие большие, как у легких эндуро, но их вполне хватает, чтобы с комфортом проехать по плохой грунтовке. Маятник стальной, массивный. Крутящий момент с двигателя на колесо передается 530 усиленной цепью, которую здесь, кстати, очень удобно подтягивать. Ось затягивается шестигранником. Колеса, как и на большинстве адвенчеров. 19 дюймов спереди, 17 дюймов сзади. Обуты колеса в дорожную резину с неглубоким протектором. Асфальт она держит отлично, а вот на мокрой грунтовке съезжать с осторожностью. При этом сухой плотный грунт вообще не является препятствием для этого мотоцикла, а поставив чуть более универсальную Dual Sport резину, можно смело съезжать с асфальта, не переживая о покрытии. Диски литые, тормоза гидравлические. Спереди два тормозных диска с двумя поршнями каждый, сзади один диск и один большой поршень. Тормозная система оснащена АБС, что огромный плюс для вашей безопасности, например при движении в дождь или по сырому асфальту. Высота по седлу составляет 840 мм. Райдер с ростом 174 чувствовал себя очень комфортно. Нога стоит уверенно и даже чуть согнута. С ростом чуть ниже уверен тоже проблем не возникнет. Клиренс довольно высокий, 32 см, как на некоторых легких эндуро. Сиденье обшито качественной эко-кожей. Посадка прямая и очень удобная. В длительных поездках можно сложить ноги на защитные дуги, но учитывайте, что это не очень безопасно. Ветровое стекло можно отрегулировать и поднять чуть выше. Если вы среднего роста, то будете в восторге от ветрозащиты. На скорости 150 шлеме мотор с козырьком ехать было комфортно и потоки ветра существенно не влияли на шлем. Подножки и для водителя для пассажира широкие, с резиновой проставкой. Двойке на этом мотоцикле будет достаточно комфортно. За ветровиком прячется удобная электронная приборная панель с классическим механическим тахометром, показывающая все необходимые характеристики. Скорость оборота двигателя, уровень топлива, температуру и пробег. По краям в отдельных окошках лампочки-нейтралки, поворотников и ошибок. Обзор зеркала здесь тоже хороший. На 22-мм руле установлены стандартные пульты, на которых реализовано управление светом, зажиганием, а также есть возможность включить аварийку. Также есть автосвет. Данный аппарат является отличным бюджетным среднекубатурным адвенчером. Этот мотоцикл является вполне доступным, ведь в этом ценовом сегменте у него практически нет конкурентов, либо они стоят значительно дороже. Он скорее является кроссовером или паркетником, учитывая такие его особенности, как верховой движок, литые диски, дорожную резину и небольшие ходы подвесок. Но если у вас есть опыт и желание, вы с легкостью можете съехать с асфальта на грунтовку и открутить ручку газа по кочкам, так как подвеску можно настроить под себя. Клиренс здесь достаточно высокий, а мотор очень тяговитый. Данный мотоцикл хорошо подойдет для путешествий, как одному, так и с двойкой. Удобная посадка и высокая крейсерская скорость вам это обеспечат, а возможность с комфортом ехать по разбитой дороге или съехать с асфальта на грунт будут огромными плюсами вашей поездки. Этот байк можно использовать и как мотоцикл на каждый день, благодаря его универсальности. Adventure F500 будет отличным выбором для новичка. Несмотря на его кажущийся большой вес и габариты, он очень легко и предсказуемо управляется и прощает ошибки. Для мотоциклистов с опытом это будет хорошим вариантом для повышения кубатуры, либо смены класса. Благодаря его динамике и эластичности двигателя во всем диапазоне оборотов, он подарит положительные эмоции от вождения. Ну и конечно не будем забывать про внешний вид, который никого не оставит равнодушным. На момент выхода ролика цена за мотоцикл составляла 616 900 рублей.